Партнер рубрики Торговая марка Лосунка Привет всем! Мы находимся в парке Лукоморье. Думаю, что каждый севастополец здесь хотя бы раз был. Ведь тут очень интересно и можно найти занятия себе по душе. Качели, карусели, гуляющие животные – это далеко не весь список того, что можно увидеть в парке. А мы пришли для того, чтобы узнать что-то новое, чему-то научиться. Здравствуйте! Здравствуйте, Галина Сергеевна! Добрый день, я очень рада вас видеть. Да, мы снова к вам пришли. Расскажите, что мы будем сегодня делать, чем будем заниматься, что нового узнаем. Ну, сегодня я хочу очень порадовать детей замечательным десертом. В прошлый раз мы готовили желейный мармелад. И не все знают, что желейный мармелад можно есть не просто как отдельный продукт или запивая его чаем. А мы сегодня постараемся использовать его в приготовлении десерта. У нас будет потрясающий десерт. Это прям мечта всех сладкоежек. Я сладкоежка. Да, поэтому мы сегодня сделаем десерт, который соединит в себе мечты очень многих людей. Я думаю, и всех ребят тоже. И всех ребят, да. В нем будет и мармелад, и шоколад, и даже мороженое. Ничего себе! Причем у нас будет потрясающее сочетание холодного мороженого и горячего шоколада. Здорово! Ну, тогда давайте начинать. Десерт – это всегда шедевр, это всегда произведение любого кулинара. Поэтому в десерте можно фантазировать, в десерте можно проявить творчество. Знаете, у меня такая фантазия, что я сейчас нафантазирую, что надо. Замечательно! Вместе с ребятами у нас все получится. Из трех ингредиентов можно создать произведение искусства. Вот так. Можно выложить его просто слоями. Внизу мармелад разноцветный, потом мороженое, полить сверху горячим шоколадом. Можно переслоить каждый слой мороженым, чередуя разноцветный желтый, красный, оранжевый мармелад. Можно даже сверху выложить из мармелада любые цветы, снежинки, звездочки. Или слово. Или сердечко. Проще говоря, задача любого кондитера – творчески подходить к своей работе и видеть в десертах полотно для живописи. Только работать нужно не красками, а съедобными ингредиентами и вкладывать в каждый этап готовки душу и воображение. Начинаем с самого простого. Мы с вами, вот сейчас у нас есть мармелад, который мы приготовили в прошлый раз, желейный мармелад. Он у нас хорошо застыл. А сейчас мы как раз используем. Мы возьмем этот мармелад. Он у нас был залит пластиночкой. Но сейчас мы должны сделать ровные маленькие кусочки. Ну, кусочки должны быть небольшими, где-то 5 мм. Поэтому вот тот мармеладик, который я вам положила, желательно немного измельчить. То есть сейчас мы его врезаем? Мы сделаем, да, на маленькие кубики, да. Желательно мармелад должен быть внизу, потому что, как вы понимаете, потом, когда мороженое начнет подтаивать, оно сделает такую нежную шубку для мармелада. И у нас мармелад будет в шубке, в белой, в такой тающей. Потому что мороженое холодное, поэтому холодненькая шубка будет у нас. Да, это будет холодненькая беленькая шубка у красивого разноцветного мармелада. Ну, можно фантазировать. Ну, вот, например, мороженое у нас просто белое, пломбир, которое делается из молочка и сливок. Вот перед нами стоит мороженое. Я пошла по пути по следующему. Я положила слой желтого мармелада. И мороженое, которое чуть-чуть начало подтаивать, я покрою небольшим слоем на желтый мармеладик. Он разлежется ровным слоем. И дальше я буду нарезать оранжевый мармелад. А я, значит, красный у меня будет здесь внизу. Это уж как ваша фантазия вам будет подсказывать. Я беру следующий оранжевый. И одну желтую вот прямо. Оп. Теперь мороженое, да, сверху? Да. Теперь сверху кладем слой мороженого. Если вы, например, огорчитесь, что мороженое начнет быстро таять, вы не огорчайтесь. В данном случае мороженое будет выполнять роль взбитых сливок. Это даже еще вкуснее. Я поняла. Мы на уроках уже попробовали сделать мармелад. Мы попробовали сделать шоколад. И мы попробовали сделать мороженое. А теперь мы все это соединили. Соединили. Три в одном. Слушайте, как здорово получается. Не зря учились. Конечно. Мы готовили ингредиенты для нашего десерта. Да, совершенно верно. Вы сердечко, да? А я, я не знаю, я цветочек. Вот у меня получилось сердечко. Смотрите, у меня получилось сердечко. Ну, если, конечно... Какой хороший цветочек. Это можно назвать цветочком? Я не знаю. Ну и теперь завершающий этап нашего десерта. Мы можем полить это все горячим шоколадом. Шоколад, который мы приготовили. Да. Ну, я заранее приготовила шоколад. Вы видите, он стоит на небольшом таком подогревается огне, для того, чтобы он не остыл. Мы можем сделать или сеточку, или также выложить цветочек. Потому что я взяла очень удобный сливочник с остреньким носиком. Ну-ка, пофантазируйте. И у нас будет почти шоколадное мороженое. Боюсь, конечно, испортить свой цветочек, но думаю, что шоколадом ничего испортить невозможно. Это точно. Вот получился такой замечательный, красивый десерт. Вот у меня сердечко. Вот у Женечки цветочек. Они у нас в разной цветовой гамме. Это, наверное, тоже еще символизирует настроение каждого человека. Ну, я думаю, мы уже можем пробовать. А ребята ведь тоже ждут того, чтобы испробовать десерты. Поэтому, ребята, вам предлагаю прямо сейчас точно так же попробовать сделать самим десерты из мороженого, шоколада и мармелады. Приступаем! Расскажи, что тебе понравилось больше всего? Я не знала вообще, что горячий шоколад и мороженое совместим. Ведь мороженое холодное, а вот сам шоколад горячий. Было так вкусно, что я ее писать не мог. Тут было интересно готовить мороженое с мороженым, а мороженое с шоколадом. Дома будешь такой горячий? Да. Кому? Маме, папе и своему братику. Дорогие телезрители, попробуйте и вы приготовить такой простой и вкусный десерт. И главное, помните, что ко всему нужно подходить творчески. Партнер рубрики торговая марка «Лосунка». Субтитры сделал DimaTorzok